Всем привет! Это Аверс Клуб. Новое видео, не проходите мимо. А счастливые владельцы мониторов, телевизоров и планшетов с разрешением 4К могут пошебуршить в настройках. Теперь мы снимаем монеты в два раза качественнее. А на обзоре сегодня современные оборотные монеты Чехии, которые во многом не простые и не обычные. И вот об этом сегодняшнее длиннющее видео. А запастись пивом, кофе, чипсами вы уже не успеете, потому что отправляемся уже сейчас. Итак, современная ходячка Чехии вышла в оборот в 1993 году. В Чехии есть и был свой монетный двор, на котором делали монеты и для Чехословакии, и для Чехии. Но в 1993 году, когда нужно было начеканить много монет после образования независимого государства, пришлось обращаться к другим монетным дворам для чеканки монет. И это означает, что у каждой чешской современной оборотной монеты есть минимум две разновидности, из которых одну отчеканили на родине, в Чехии, а вторую где-то еще. Это были разные страны. Ну и начнем мы с чешских копеек, которые целиком были сделаны из алюминия. Самый маленький номинал – 10 гелеров. Их у меня просто две штуки, они ничем не отличаются, кроме года чеканки. Обе сделаны в Чехии на чешском монетном дворе в городе Яблонец-на-Днисоу, который, кстати, совсем недалеко от польско-чешской границы. Здесь же чеканили все остальные чешские монеты. Но еще есть 10 гелеров, которые отчеканили в Германии, в Гамбурге. Монеты, отчеканенные в Чехии и Германии, отличаются разным штемпелем монетного двора на Аверсе, на котором мы видим льва с малого герба Чехии. Надпись «Чешская республика» и «Год чекана». И между нижних лап или ног льва, не знаю как правильно, вы видите штемпель монетного двора. Увеличим. Слева родной чешский, справа немецкий. На реверсе номинал. Буква «H» означает «Гиллер». По-чешски это «Хеллер». На заднем плане река, причем я так и не нашел никакого упоминания, какая именно. Соотношение сторон у всех монет серии медальное. И еще одна интересная деталь. Вот тут в углу это вензель скульптора, дизайнера монеты. В данном случае это «Ири Прадлер». Честно говоря, я такого еще не встречал. Ну ладно, символ монетного двора или нацбанка, да? А тут прямо монограмма дизайнера размещена на монетах страны. На мой взгляд это очень почетно и необычно. А уж какая шикарная реклама, если не сказать вирусная. И это было первое удивление от серии. Будет еще и второе. В 2003 году эти копейки отчеканили последний раз и в конце того же 2003 года вывели из оборота. Очевидна инфляция. В банке их можно было обменять по номинальной стоимости до конца октября 2009 года. То есть ровно 10 лет назад эта монета утратила свои функции как монета и стала коллекционным материалом, стала историей. Информация об отчеканенных монетах в Европе, как правило, является открытой. И можно сказать точно, что за 10 лет чеканки этой 10-ти гилеровой монеты с 1993 года по 2003 год было отчеканино свыше 731 миллиона монет. До миллиарда оставалось рукой подать. Из них чуть больше 100 миллионов немецкие. Для Ири Прадлера это был один из последних проектов. Скульптор скончался в 1993 году сразу после выхода этих монет в оборот. А у нас впереди 20 гилеров, с которыми все еще интереснее. Получается, что если не смотреть на год, у 10-ти гилеров было 2 разновидности, связанные с эмблемой монетного двора. А у 20-ти гилеров... Тут надо как в каком-нибудь фильме по Дискавери. Какие же у нее были разновидности. Не переключайтесь, после рекламы мы раскроем тайну 20-ти гилеровой монеты. Но это Аверс Клуб, тут все проще. У 20-ти гилеров было 4 разновидности. Вот эта монета, ее чеканили также и в Чехии, и в Германии. Тут все так же, как и у остальных номиналов. Третья разновидность связана с этой самой монетой. В 93-м году часть тиража сделали не в традиционном медальном соотношении сторон, а в монетном. То есть Аверс и Реверс выглядят абсолютно так же, но они повернуты относительно друг друга на 180 градусов. И такая монета сейчас самая дорогая из чешских копеек. Цена по крау за 4 доллара. Но подозреваю, что настоящая цена еще выше. А вот та, вторая монета, покажет нам четвертую разновидность. Дело в том, что после 97-го года дизайн монеты был изменен. Давайте сделаем так. Вот вам две монеты. Через 15 секунд я скажу, в чем разница. Отличия видны невооруженным глазом. Желающие найти разницу самостоятельно могут нажать на паузу. Кто знает, не подсказывайте. Ну, ее время заканчивается. И вы уже видите ответ на экране. Двойки разные. Вот эту чеканили после 97-го года и только в Чехии к другим монетным дворам больше не обращались. Вот так появилась четвертая разновидность. На реверсе 20 сделанная тройной лентой по задумке триколорной. В нолике липовый лист. Липа один из национальных символов Чехии. И она частенько появляется на гербах, наградах и другой символике. И такой же лист мы сегодня еще увидим. На аверсе все тот же лев, знак монетного двора. Точно так же последний год чеканки монеты 2003. И точно так же в 2009 году она официально становится недействующей монетой. На мой взгляд, из копеечных монет это самое красивое. Смотрите, как тройная линия сделана. Она не прерывается. От начала двойки и до конца нолика. Плюс к этому, смотрите, какой необычный буртик. Все изображение как бы вставлено в семиугольник. И на реверсе, и на аверсе. А кроме того, это единственная монета из всех оборотных монет, у которой год чекана указан сверху. Автор этой монеты Ярослав Бейвал. Могу ошибиться в произношении, и справа мы видим его эмблему Гензель. И последняя копеечная монета 50 гилеров, которая по какой-то причине и самая бедная по дизайну. 50, H, эмблема автора. И все, приходите завтра. Хоть и 50 тоже триколорная, но все равно аскетично, ни листика, ни речки, ни пылинки. Автор Владимир Оппал. Тем не менее, третья разновидность все-таки была. До 2001 года чеканили вот эту монету. Вот здесь у меня 1997 год. Разумеется, отдельно были монеты с оттиском немецкого монетного двора, чешского монетного двора. А после 2001 года, до 2008, делали монеты с увеличенными буквами. Не знаю, видно или нет, но на второй монете буквы больше. И размер эмблемы монетного двора тоже. Интересно, действительно автору не понравился размер букв? На Аверсе все тот же лев. Монета также выведена из оборота, только позже, в 2008 году. И обменилась в банках до 2014 года включительно. Повторюсь, все чешские копейки уже давно не в ходу. Купить на них ничего нельзя, в банке обменять тоже нельзя. Теперь это коллекционный материал. И смотрите, как они выглядят на сайте чешского национального банка. Думаю, это инфографика, понятно без слов. Гурт у всех гилеров разный. У десятчика просто гладкий. У двадцатчика ребристый. У полтинника прерывисто-ребристый. Сами понимаете, монеты из алюминия никак не реагируют на магнит. Ну и как и все монеты из алюминия, на свежем воздухе за ними нужен глаз да глаз. Они совсем легкие. Ну а мы переходим к действующим монетам. Кронам. Среди них уже нет алюминия, там уже нормальный тяжелый металл. Одна крона. Монета из никелированной стали. На реверсе крупно. Номинал. Надпись чешская крона. И стилистическое изображение короны святого Вацлава. Корона, которой короновали королей Чехии. Прямо скороговорка получилась. Сохранилась до наших дней и хранится за семью замками, в буквальном смысле слова, в Правском граде. И что самое интересное, крона и корона в чешском языке произносятся абсолютно одинаково. Вот такая чешская крона-корона. Внизу вензель скульптора. Это Ермила Трухлякова-Спевакова. На аверсе тот же лев и те же надписи. Отличие от гилеров в том, что кроны поначалу заказывали не в Германии, а в Канаде. И вот тут у меня как раз монета 93-го года с канадским кленовым листом. Вот так бывает. Символ одного государства на монетах другого. Однокроновые монеты чеканили в Канаде только в 1993 году. Дальше Чехия справлялась своими силами. Разумеется, на чешских будет уже знакомый нам символ. Гурту монеты ребристый. Монета полностью круглая и ее чеканят до сих пор, как и все последующие монеты. Обязательно хотел заметить, что на самом деле классификация чешских монет гораздо шире, чем показано в видео. Например, 10-гилеровые монеты есть на чешском сайте объявлений без вензеля автора. У 20-гилеровой монеты есть еще и разновидности Гурта. А также в каком-то году есть начертания цифр года, толще, тоньше. У монеты в одну крону есть три разных исполнения вензеля. В общем, тема гораздо шире. И досконально знать все отличия и тем более отличить подделку могут только люди, которые много лет изучают тему. Напомню, что нумизматика – это наука. И у меня не было плана выдать восьмичасовую энциклопедически точную скучнейшую лекцию обо всех разновидах. А мы переходим к двум чешским кронам с гомбиком или древним великомаравским украшением, которое является то ли бусиной, то ли пуговицей. Ученые еще не определились. Но на монете гомбик смотрится совсем неплохо. Вензель этого скульптора мы видели на одной кроне. И помимо двойки еще на монете есть обозначение валюты. Аверс традиционный. Часть тиража чеканили в Канаде, потом в Чехии. Материал – та же никелированная сталь. Монета 11-гранная с гладким гуртом. Грани на гурте хорошо видно. Прямо вот 2019 года монета. Такую монету, по-моему, стоит иметь только из-за 11-граней. Следующая тяжелометальная монета 5-крон. И она тоже из никелированной стали. Аверс со львом немного отличается от обычного. И лев как-то поквадратнее, и надпись «Чешская республика не по кругу, а внизу». Еще ниже год чекана, и еще ниже символ монетного двора. И вот опять у меня чешский лев канадской чеканки. А еще есть родной чешский. На реверсе стилизованный Карлов мост в Праге. Река уже понятно, что Волтава, которая ниже по течению впадет в Эльбу, на которой встречались союзники во время Второй мировой войны. Тут же липовый лист, я обещал, что мы его сегодня еще увидим, который символизирует одну из башен на мосту. Огромная цифра 5 и обозначение кроны. Вообще дизайн этой пятерки сильно перекликается с дизайном старой чехословацкой монеты. Внизу вензель скульптора Ири Харцуба. Гурт Гладки, монета круглая. Разновидности традиционные, связанные с производством монеты в двух странах. На пяти кронах прямо оба знака монетных дворов показать могу разом. И канадский, и чешский. Осталось три монеты, пара сюрпризов и концовка. Крепитесь. Движемся к десяти кронам. По цвету, думаю, несложно догадаться, что она покрыта медью. Аверс традиционен. На реверсе изображен собор святых Петра и Павла в городе Брно. Сбоку название города, внизу номинал и вензель дизайнера. Это Владислав Козак. Монета круглая с ребристым гуртом. В 1993 году монету чеканили в Германии, потом в Чехии. Но помимо этого, есть еще и третья разновидность, которую видно вот здесь. Сори, картинка из интернета. Слева положение букв на обычной монете. Справа на немецком экземпляре 1993 года, который, говорят, существует тиражом только тысяча экземпляров. А значит необычайно редкий. И это, похоже, самая дорогая монета из оборотных чешских монет. Цена по краузе до 250 долларов, но, как я понял, за такую цену ее не найти. Но и это еще не все. Идем опять на сайт Чешского народного банка и всматриваемся, вчитываемся вот в эту надпись. Ну а те, кто не умеет читать по-чешски, как я, можно просто вставить ее в переводчик. Думаю, прочитать это можно так. Скорректирована обратная сторона монеты, то есть реверс, где изображен собор. Инициалы автора дизайна перемещаются. В первоначальном варианте правее цифр, а в новом варианте по центру. Имеется в виду, что первоначальный вензель автора был вот тут, как показано в каталоге краузе. Причем он был справа и на монете чешского производства, и на монете немецкого. А позже, так как на моей монете. И это четвертая разновидность. Но стоп, есть еще один момент. Суть даже не в том, куда двигается надпись. Суть в том, что сам национальный банк государства, даже не важно какого, нам рассказывает о разновидностях монеты. Вы где-нибудь еще такое видели? Представили, да? Банк Украины на сайте располагает объявление, что на 50 копейках такого-то года справа не 4, а 5 ягодок. Не пугайтесь, граждане, все в порядке. Или казахстанский нацбанк сам нам рассказывает о том, что 5 тенге 2016 года бывает магнитной и не очень. И это не подделка. Представили? В общем, чехи удивили второй раз. Вторая монета с конца. Тринадцатигранная монета, 20 крон. Смотрим на гурт. Грани видно. На монете изображен Святой Вацлав, покровитель Чехии. Надпись голосит. Святой Вацлав, не дай погибнуть ни нам, ни потомкам нашим. Эта же надпись указана на памятнике, который стоит в Праге на одной из главных площадей. И именно Святому Вацлаву посвящена корона на однокроновой монете. Дизайнер монеты, обозначенной под копытом лошади, знаком нам по невзрачной 50-геллеровой монете. Помните? Владимир Оппл. На реверсе все тот же Лев с обозначением монетного двора. Монету точно так же чеканили сначала в Германии, потом в Чехии. По сути, других разновидностей не было. А сделана монета из стали с латунным покрытием. И я не верю, что мы так быстро закончили еще одну монету. И последняя монета. Биметаллический 50 крон. Абсолютно круглые. На аверсе происходят небольшие изменения. Тот же Лев. Та же надпись Чешская Республика и обозначение монетного двора. Но год становится совсем маленький, а его место занимает надпись 50 крон. На реверсе мы видим изображение Пражского Града с Карлов мостом на переднем плане. И надпись с прежнего герба Праги о том, что Прага – мать городов на латыни. Разработал монету Владислав Козак, знакомый нам по 10 кронам. Его вензель вот тут слева. Особых разновидностей у монеты не было. Но две традиционные, немецкую и чешскую, никто не отменял. Материалы, из которых сделана монета, можно охарактеризовать поговоркой «все гениальное просто». В центре сталь, покрытая латунью, как материал 20 кроновой монеты. Внешнее кольцо сталь с медным покрытием, как у 10 кроновой. Проще некуда. Все кроны всех лет магнитятся абсолютно все. Гурты покажу по-быстренькому, вот так. Можно легко разглядеть, где какая монета. Монеты с цифрами 2 выделю отдельно. Если заметили, то они не круглые. 20 гиллеров круглые, но внутренний край буртика представляет из себя семиугольник. Две кроны – 11 углов, 20 крон – 13-тигранные. Объяснения, зачем так сделано, я не нашел, но решение интересное. У всех монет, у каждой монеты, которые были сегодня на обзоре, есть еще разновидность. Очеканенная улучшенным штемпелем в пруфе. Делали их для различных банковских наборов, тираж их небольшой, и вне набора вы вряд ли такие монеты найдете. Но знаете, что такие наборы есть, и они выпускались официально Национальным банком Чехии. И это значит победа. Мы закончили весь монетный ряд чешских оборотных монет. Еще есть памятные оборотные монеты, выпуск которых был приурочен к определенным датам, но сегодня мы их рассматривать уже не будем, но обязательно это сделаем в ближайшем будущем. Чешская тема будет продолжена, следите за анонсами. Спасибо всем, кто досмотрел до этого места. Хочу обратить ваше внимание на еще одну особенность чешских монет, а именно. Обычно у оборотных монет та часть, которая относится к гербу, она одинаковая у всех монет страны. Ну правда ведь? Эту сторону разработал один человек, и ее повторяют на всех монетах разных номиналах. Правильно? Так вот, чехи пошли другим путем. Возвращаемся к вензелям дизайнеров монет. Опытный взгляд наверняка заметил, что львы на всех монетах разные. Очевидно, что автор, который разрабатывал реверс, работал и над аверсом. А это значит, сколько авторов, столько и аверсов. Сколько авторов, столько и львов на этих аверсах. Ну и специально для самых стойких я сделал вот такое совмещенное изображение львов одновременно. Изображение намеренно сделано черно-белым, чтобы оттенок не мешал сравнению. Желающие опять-таки могут нажать на паузу, поразглядывать. Напоминаю, что оригинальное разрешение этой фотографии Ultra HD или 4К. То есть 3840 на 260 пикселей. Львы на любой вкус, двух одинаковых не найдешь. Даже от одного и того же дизайнера. Лапы, гривы, короны, все разное. В общем, хардкор для фанатов увеличительных стекол. Но и это еще не все. У меня припрятана еще одна фотография с хорошим разрешением, которая по сути является мини-каталогом вензелей и монетных дворов. Без нее видео было бы неполным. Слева монеты, имена проектировщиков и крупным планом вензели с монет. Справа монетные дворы и их обозначение на монетах. Ну и если вы больше ничего не хотите, то наверное на сегодня у меня все. Буду рад, если вы оцените объем проделанной работы лайком или репостом этого видео в вашей любимой соцсети. Если кто-то не устал от моего голоса, то вот здесь сейчас появится либо продолжение чешской серии, либо просто пару интересных видео с моего канала, которые вы возможно еще не видели. Всем удачи в ваших изысканиях и надеюсь, вы еще вернетесь в Аверс Клуб за новыми открытиями. Пока! Дорогие друзья, нам сейчас прощаться. Желаем вам еще всего доброго в Праге. И если вам Прага нравится, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин